Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, в пятничной Москве, 14 часов 4 минуты, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наша дорогая гостья. Друзья, исполняется мечта у одного человека сейчас. У нас в гостях сегодня бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, шикарная женщина Ирина Хакамада. Ура! Здравствуйте! Привет-привет! Безумно вам рады. Вы, я так понимаю, в шикарном расположении духа, у вас хорошее настроение, как обычно. Все хорошо. Все хорошо. И мне кажется, это не зависит ни от чемпионатов мира в стране, ни от других преобразований. Это ваш внутренний такой стабильный настрой. Ну вы сейчас описали почти буду, я не буду. Чемпионат мира на меня действует, и если мы выигрываем, я тоже радуюсь. А если перекрывают улицы, я тоже расстраиваюсь. Но я сделала все для себя и для людей, пытаюсь сделать, чтобы каким-то образом они могли быть самодостаточными и счастливыми, и так сильно не зависеть от внешнего мира. Основные положения вот эти вот, что необходимо, чтобы быть самодостаточным. Да. Да. И давайте так определимся с понятием, что такое самодостаточное в вашем понимании. Вот что это? В моем понимании это любовь к самому себе в постоянном развитии. Если вы любите себя просто так, за то, что вы есть, то это путь к печали и к старости. Так. Если вы любите себя в постоянном развитии, причем в той степени, в которой убыстряется и развивается весь мир, то тогда это, знаете, занятие серьезное, оно отнимает очень много времени, оно приносит абсолютный кайф. Ну, наш мозг воспринимает в секунду около 100 миллионов сигналов, но мы их не видим и не слышим, мы получаем около 40. И даже эти 40 в течение одной секунды мы списываем подсознательно. Мы сейчас ощущаем свет, звук, дышим воздухом, да, у нас глаз воспринимает эту веселую атмосферу и так далее. Это очень мало, мозг берет намного больше. Если мы будем знать все, что он берет, то, конечно, мы умрем, он нас заищает. Но узнать побольше интересно. И вот когда вы узнаете побольше, это называется расширение сознания, и начинаете работать с собственным мозгом, вот тогда вы счастливы, вам дико интересно, вы не зависите от того, кто любит вас, кто не любит, кто бросил, кто не бросил, взял на работу начальник или оскорбил. То есть вы будете обижаться, но это будет длиться недолго. Вот. То есть не совсем все равно. Вы как бы реагируете. Вы живой. Если нет эмоций, я говорю, вы или Будда, бог, монах, отшельник, кто угодно. Люди по своей сути единственные существа, которые используют язык. А язык – это общение со своим сознанием и с другими людьми. У животных есть условные звуки, но нет языка. Ирина, а с чего начать этот путь для себя? Вот живет человек, решил вот что-то изменить в своей жизни? Что начать? Как? Ну, первое… Зарядка? Я не могу. То есть признать факт того, что перемены будут… Поставить себе диагноз. Когда многие молодые люди и девочки говорят себе, хорошо быть чем-нибудь интересненькое. Да. Это чепуха, да? То есть его все устраивает, все у него нормально. По большому счету, просто хочется разнообразия. Просто скучно. Но когда вы дошли до точки потери всей энергии и разобрались, что это связано с вами, а не с тем, что вам пенсию, например, возраст увеличили, да, то в этом случае первое, что надо сделать, это, конечно, уйти в себя окончательно. То есть надо отключить на часов 12 друзей, семью, детей, знакомых, интернет, телефон, компьютер, все на свете. И задать себе вопрос, что тебе не нравилось раньше и чего ты хочешь в будущем. Чаще всего на второй вопрос никто ответить не может. Вот что-то хочу, а что? А чего сказать не могу. И вот дальше идут целые инструменты, которые описаны вот в этой книге. Вот об этой книге поговорим чуть позже, но пока у нас музыкальная пауза. Оставитесь в компании «Страны.ФМ». Лучшее в стране. Дорогие друзья, продолжается эфир на телерадиоканале «Страны.ФМ». В гостях у нас Ирина Хакамада. И мы уже закинули удочку. Новая книга вышла у вас, которая называется «Рестарт». Вот нужно о ней поговорить. Те, кто вас слушает в системе, смотрит, знает ваши лекции, почитал предыдущие книги. Вот в чем отличие принципиальное этой новой версии? Ну, предыдущие отличие, что она говорит уже с читателем совсем, почти на равных. Предыдущие книги все были попроще. То есть мысли, может быть, и сложные, но я упрощала, чтобы было легче понимать. Здесь я уже почти ничего не стала упрощать. Потому что одним моим книга совсем нравится, а другим очень нравится, но они продираются. И второе отличие, чтобы было легче, впервые я даю переменки. То есть между главами есть литературные мои эссе, короткие рассказы, где человек просто улетает, а на самом деле совершенно в другой форме получает ту же самую информацию в виде образа. Это что-то из подсознания такое, да? Да. Ну там истории, они все основаны на реальных событиях. И дают советы, так скажем. Никаких советов. Но человек услышит то, что ему нужно понять. Не знаю, это художественное произведение. Кто-то услышит, кто-то просто получит удовольствие. То есть оно, что вы будете читать рассказы мураками. Ну понятно. Здесь чистая литература уже. Друзья, кстати, вот кто хочет задать Ирине вопрос, я напомню, наш телефон 909-928-189-9, ватсап, вайбер, смс, конечно же, задавайте свои вопросы. У меня уже приходит список, спрашивают о книге. И для кого она? Для женщин? Вот задала вопрос, зовут ее Ольга. Для женщин или можно подарить молодому человеку? Наверное, так. Все мои лекции для мужчин и женщин. Вот. Отлично. И книги тоже. Мужчины. Я дал жизни. Мужчины, где вы? Вам это нужно даже больше, чем женщин? Я читал «Дау жизни». Прекрасно. Понял? Все понял? Женщина, да. Мне очень понравилось. Спасибо, да. Нет, ну у меня все лекции для среднего класса. Я не люблю гендерные все эти деления. Ну что, предприниматель с женщиной – это что-то особенное? Или, например, счастливый человек с женщиной, счастливый человек с мужчиной – это разные вещи? Да, для многих разные. Женщина счастлива и счастлива в семье при муже, а мужчина счастлив в самореализации. Но это давно все закончилось. Новое поколение живет совершенно по-другому. По-другим правилам, конечно. Все хотят быть счастливыми в самореализации и одновременно успевать и детей рожать, и семьи строить. Именно поэтому браки стали заключаться попозже. По-позже. Книга в продаже в бумажной версии, в электронной есть? Во всех есть, во всех «Озонах», «Амазонах». Найдете, в общем, где угодно. Завтра у меня встреча в «Озоне». До этого была в магазине «Мазон». В любом виде, в любом регионе, в любой стране. Слава Богу, спасибо интернету. Вы можете получить ее в электронной форме, можете аудио услышать. Вы сказали сейчас, что все хотят быть счастливыми, все хотят все успевать. Получается? Вот у вас же есть обратная связь, вы же ведете лекции. Нет. Мало кому получается. Причем это удивительно. Иногда есть все. Не нужно думать о деньгах, а все равно счастья не получает. То есть процент счастливых людей среди богатых не больше, чем среди людей, которые... Как это ни странно, не больше. Но их мало, богатых. И процент поэтому такой же, как среди бедных. Но у бедных несчастье связано с трудностями и решениями. С выживанием таким. А у богатых связано с тем, что нет энергии жизненной. Поскольку счастье, это же... Надо еще, во-первых, понять, что такое счастье. Вот у меня счастье, это все просто. Я делаю то, что мне нравится. Я делаю так профессионально, что получаю те деньги, которые мне позволяют делать свободно то, что мне нравится. И других мне не надо. Все другие большие деньги заставят ими управлять. А значит, я не буду делать то, что мне нравится. Я должна это делать среди тех людей, которые мне нравятся. Это моя ответственность. И я то, что я делаю в своей самореализации, ориентирую на тех людей, которые мне нравятся. Потому что иначе я не смогу победить в конкуренции. Вот эти четыре вещи, они обеспечат мое счастье. Личность, жизнь, мужья, друзья, все. Оно приходит само. Ну, как только ты тебе ставишь главную цель, как вот многие женщины делают. Мне главное выйти замуж, ну, вышло. А он изменил, а он разлюбил, а он умер. Дальше что? Все развалилось. Все развалилось. Ты поручаешь свою жизнь другому человеку. Ну, какая это независимость от внешних обстоятельств. Ты всю жизнь будешь конкурировать с потенциальной любовницей. Особенно становясь за 30, за 40. Что ты будешь дальше делать? Ты не личность. Ты просто молодое было приложение, а тебе приложение составилось. Научиться многому можно, друзья, в книге «Рестарт», книга в продаже. Да, Ром, прочитай, потом нам нужна тоже от тебя обратная связь. Интересно. Я непременно прочитаю. Мы тоже с вами поговорили вне эфира, и я хочу донести нашей аудитории. Вы как-то сказали в одном из ваших интервью, что девушка должна быть спонтанной. Это очень важно. Ну, то есть легкой, спонтанной. Не только девушка. Давайте не переводить все на жизнь. Вы тогда просто говорили конкретно. Человек, да. Вы тогда говорили конкретно про девушку. Человек должен быть спонтанным. В рамках своей большой ответственности он должен быть готов на приключения. Не должен, а должен уметь рисковать. Человек, который не может рискнуть тем, что договорившись с начальником, что на конференции выступит позже, на 2 часа, а сам рискнул и поехал на свидание, и занялся любовью, потому что его девушка улетает через час аж на месяц. Рискнул. Рискнул. А потом вернулся и все равно сделал доклад. Вот это спонтанно. И при этом все успел. Не боялся. Это ответственная спонтанность. То есть когда вам предлагают, давай возьмем билет и улетим, вот они, я их уже купил. Летите, но предупредите, что вы сболели туда-сюда, что вы через день прилетите. Ну да, здесь не безалаберность. Нет, это не безалаберность. Это не уйти в дауншифтинг, такой эскапизм, там на Гуа провалиться на полгода, а потом любите меня вообще и возьмите обратно работу. Это уже инфантилизм и безответственность. Спонтанность для меня, это когда человек несет большую ответственность за свою жизнь, за других людей, но при этом он готов на разрушение всех своих традиций и опытов, к которым он привык. Не ходите в одни и те же самые рестораны. У вас есть группа друзей, отлично, но если все ваше общение в течение 10 лет это одни и те же люди, вы не развиваетесь. Допускайте в общении и дружите с людьми разных статусов, разных профессий, разного возраста. Не считайте их положение и деньги. Я же вижу эти круги общения, где одни олигархи, потом одни политики или олигархи с политиками. Это тоже у них очень удобная конфигурация. Вы не представляете? Там убийственная энергия. Как они выживают? Никто из внешнего мира другой не подпускается. Они крутятся, да? Крутятся в закрытом интеллектуальном водовороте. Это деградация? Необходимо им кого-то из культурной среды, из интеллектуальной. А там интеллектуальная и культурная все уже по ступенькам разложено. И там лишнего слова никто не скажет. Ты будешь только перед ними. Нет, там никакой нет свободы. Мы выбираем другой путь. У нас тоже рестарт. Музыкальная свобода, да, сейчас. Да, друзья, небольшая музыкальная пауза. Мы совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ Дамы и господа, вы продолжаете смотреть и слушать телерадиоканал Страна.ФМ. Мы продолжаем общаться. Ирина Хакамада в гостях у Страны.ФМ. Да, и мы продолжаем говорить о том, что вышла новая книга, которая называется «Рестарт». Мы ее всячески рекомендуем для тех, кто хочет каких-то изменений. Глобальных изменений. Глобальных изменений. Кто хочет прожить много жизней. Не одну, а много. И больше счастья получить. И легкости. В жизни. Некоторые считают, что легче получить больше счастья, прожив одну жизнь. Ну, понятно. Ирина, как созрела идея, мысль, время? Вы поняли, что настал тот момент, вот нужно создать новую книгу. Вот все. Альпина все время требовала от меня новую книгу, и я отказывалась. Это издательство просто, да? Да, издательство. И я отказывалась, потому что я не пеку их, как пирожки, не наговариваю этим редакторам. Я пишу сама, я пишу серьезно, рукой, потому что... Без компьютера, да? Нет, на компьютере я набираю всякие колонки, посты и так далее, статьи. Это легко. Но книгу я пишу, потому что рука у меня связана все-таки с мозгом сильнее. И я начала набирать материалы. То есть Сити-класс предложил прочитать, открыть тему, что такое эмоции, как с ними справляться. Я это сделала, и получилось очень круто. Я эту лекцию готовила три месяца, перечитав кучу психологов, американских философов, религиозных деятелей, Далай-Ламу и так далее. Вспоминала свои случаи. В общем, у меня работа серьезная. Сделала эту лекцию. Потом попросили рестарт, сделала эту лекцию. Потом попросили вообще конфликт. Я личность крутая, и вот они все вокруг меня, что со всем этим делать. Ну а потом все, я думаю, материал пошел. И все равно не писала. Такая прокрастинация идет. И вдруг в какой-то момент у меня пронзила идея, что невозможно дальше в 20 тысячах интервью объяснять секреты владения своей энергией, попадания в энергии волны внешнего мира, так, чтобы по ним кататься, как на серфинге, а не стоять стеной, чтобы они тебя сметали, потому что время действительно очень сложно. Решила, в конце концов, надо объяснить по-серьезному, что такое турбулентность, что такое нестабильность, которая является частью стабильности, что такое беспорядок, который тут же рождает порядок, и связать философию, мировую историю этой мысли, связать мою жизнь, найти все точки соприкосновения, психологию. И, наконец, сделала книгу, пусть даже очень такую трамбованную, плотную, без воды, но чтобы я ответила на все накопившиеся вопросы моих продвинутых... Ну, аудитории вашей целевой. Аудитории. И вот после этого меня как дернуло, и меня понесло. Класс. Пришло время. То есть, если у вас нет возможности ходить на мастер-классы Ирины, по той или иной причине, можно купить книгу, и много чего из книги почерпнуть. Ну, до этого можно еще взять «Дау жизни», она попроще, она подведет к этой, и уже будет легче. Ну, как раз я сейчас вот в идеальной позиции, да, у «Жизни» я читал, и вот... Да, да, вы получите удовольствие, потому что она в определенной степени очень мужская. Там очень много фактов и очень много науки. Вот, вот вопрос, наконец-то ответили, что вы задавали одни и те же вопросы. Скажите, пожалуйста, у вас будут и встречи, я так понимаю, с вашими читателями, в частности? Ну, да, вот 28 июня в доме архитектора я читаю лекцию лидерства, ее обеспечивает Сити-класс, с которым мы уже лет шесть работаем вместе, и это интересная лекция. Всем кажется, лидерство банальная тема, типа быть первым. Ну, все намного сложнее, что такое, кто такой лидер, кто такой лидер по отношению вначале к самому себе, потом к созданию команд, бизнесов и так далее, и что такое эпоха перемен, которая длится и будет длиться еще лет 30 как минимум, и как в этих условиях удерживать себя и бизнес в состоянии нестабильности, потому что она разрушительна, а в состоянии бесконечного развития, но сбалансированные риски и обеспечения риски, обеспечения риски, как рисковать и при этом минимизировать риски. На сайте hakamada.ru есть все расписание, можно посмотреть даты, места и города. Вновь у нас, друзья, небольшая музыкальная пауза. Оставайтесь с нами и задавайте свои вопросы. Группа ВКонтакте Страна.ФМ тоже туда пишите. В гостях у Страны.ФМ сегодня Ирина Хакамада. О, да. Ну что, Ирина, вот скажите, как вот поработали, взяли на себя ответственность, поняли, чего хотим? Вот этот вот, вы говорите, баланс, это ну, то так, то так, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И вот тут надо поймать свою, так скажем, волну. Как расслабляться? Как отдыхать правильно? Да вот это, по-моему, не самый актуальный вопрос. У нас, по-моему, вся Россия только и делает, что расслабляется и отдыхает. Мы же не за всю Россию говорим. Мы же говорим за тех, кто ваша аудитория. Как научиться работать? Как научиться работать? Русские не хотят работать. У нас праздник такой, у нас 5-0 вчера был, вся страна гуляет. Да, гуляет. А вы спрашиваете, как расслабляться? Вчера вся страна расслаблена. Как напрягаться, Ирина? Ну, первое-то, конечно, нужно поймать. Даже если вы наемный работник и вынуждены работаете не там, где вам нравится, нужно поймать что-то свое. Вот я когда работала в Госплане, я ненавидела и Госплан, и свою работу, инженера, и все на свете. И я дошла до отчаяния. Но мне нужно было год пропахать, чтобы получить характеристику и двигаться дальше. Параллельно я искала, конечно, другую работу, но в этот момент мне нужны были деньги, и я зарабатывала уже двое детей и так далее. И я вот болталась по коридорам и услышала, что кто-то мучается с пропорциями, как отрасли соединить с территориями. А я уже работала, закончила аспирантуру. Я говорю, а я могу прописать вам, а вы переложите на программу. То есть у тебя были вот такие компьютеры и перфокарты. Они это сделали, я получила МНС. Таким образом, я себя развлекла. То есть, что первое, нужно всегда помнить, если тебе не нравится то, что ты делаешь, ты никогда не станешь суперпрофессионалом. И второе, как только ты поймал эту идею и ты начинаешь делать, ты должен взять ответственность за результат. Тот человек, который работает, говорит, ну я не виноват, я делал, я старался. Или тебе поручили, я отдал на проверку вот этому, а тот вовремя не проверял. Все, ты никто. Не имеет никакого значения. Ты берешь результат, ставишь себе цель его достигнуть, и ты сам должен за него ответить. Огромное количество молодых людей сегодня в корпорациях приходят, получают у топ-менеджера задания, и дальше говорят, как вы будете его делать. Молодой человек объясняет, вот так, так и так. А почему именно так? Ну мне так кажется. Вы берете за это ответственность? Да. И тогда задает топ-менеджер вопрос. А какую ответственность? А если не получится, что? Что? И оказывается, вы готовы без зарплаты работать месяц? Нет. Пауза, да, все. А тогда какая ответственность? Ноль ответственности. Поэтому модели теперь меняются. Платят стабильную зарплату вот в таких айтишных и быстро развивающихся компаниях. Вам платят 20-30% стабильных, все остальное по результату. Молодцы. Вот поэтому они и передовые. Да, и соединяет их горизонтальные группы по 8 человек, где каждый не может обойтись без другого, где нет внутренней конкуренции. Сегодня конкуренция внутри компании, это неинтересно. Могут конкурировать творческие группы, проектные группы, но вот эта вот борьба друг с другом за то, чтобы подняться на ступеньку выше, теперь абсолютно неактуальна, потому что в этом случае никто не получает креативный продукт, но кучу кляуз друг на друга. То есть взаимодействие должно быть максимально. Да, по горизонтали. Вот это, кстати, очень важный совет. Но в книге, в рестарте этому целая глава посвящена. Вот я хотел спросить. Вы там все это найдете. Почему я говорю, она мужская, вы определите? Да, идем, ребята, в книжный магазин. Сейчас сделаем небольшую паузу, после которой вернемся к разговору. Друзья, мы продолжаем. Роман Шахов, Лиза Калинина в студии. У нас в гостях сегодня Ирина Хакамада. Праздник продолжается. Ура. Все, Рома, задавай свои вопросы. У меня вопрос по поводу летнего отдыха. Есть ли он у вас, Ирина? Ну, конечно, есть. Расскажите, какое же это? Все-таки лето на дворе июнь, что у нас? Ну, я июнь-июль работаю, а август я куда-нибудь смотаюсь, конечно. Но к морю мне надо, мне к морю надо. Я возьму дочь, и мы с мужем куда-нибудь свинтим. Это тихий отдых, или вы гоняете на квадроциклах? Как это происходит? Что? Я что, Ирина гоняет на квадроциклах. Нет, я много двигаюсь. Я могу двигаться вверх-вниз по скалам и горам, и плавать. Но квадроциклы для меня это серьезно передвижение. Например, вы можете на греческих островах, на Амиконос, поехать на квадроцикле. Ой, да, я была. И там будет очень удобно. Зачем на машине? Удобно. Что еще интересного у вас в жизни происходит, о чем мы еще должны узнать? Кроме мастер-классов, кроме книги. Я вам честно скажу, меня всегда поражало, с какого вообще люди, которые известны, считают, что всем интересно знать, что они едят, что они пьют, что они чувствуют. Это же, по-моему, гордыня. Поэтому вы сами спрашивайте меня, а я буду просто отвечать. Потому что я считаю, что это никому не интересно. Нам интересно. Нам все интересно у вас. Давайте спрашивайте. Нет, на самом деле я хотела еще раз напомнить нашей аудитории, что совсем скоро можно встретиться с вами. 28 июня. Да. На лидерстве, в турбулентном времени, в доме архитектора в 7 часов вечера. Это важно. Сити-класс. Это важно. Будет встреча. И, друзья, еще один информационный повод, кто там только присоединился. Мы говорим еще о книге новой, которая вышла. Называется она «Рестарт». Настоятельно рекомендуем вам ее почитать. Во всех магазинах. В бумажном и электронном виде. Ира, расскажите о музыке, которую вы слушаете. О, да. Это «Дип-хаус» или «Даун-темпо», или это «Техно-хаус». Понимаете, да? Конечно. Это как композиторы, так и диджеи. Сюда приезжают, будет в Бессоннице, бедуин. Их двое. Я не пойду, потому что там будет столпотворение. Но есть другие места. С чемпионатом мира подтянулось много этих крутых сюда, ребят. У меня есть ВС, двоеточие «Трип-мьюзик» в Телеграм. Наш совместный канал с мужем, где он все пополняет. Да, да, да. А у меня есть еще личный знакомый Байкокс, это диджеи, который много работает в «Микс-клауде». Там диджеи распросят свои альбомы. Он посвятил даже альбом мне. Он так просто называется «Хакамада». Как они говорят, профи без номера. Профи без номера. Просто «Хакамада». И очень красивый этот. Он прямо мой. То есть поймано мое настроение, как я ухожу на волны. Это медитативная музыка, но одновременно очень энергичная. Ирина, вы достаточно активный такой персонаж, который ведет соцсети, в частности, Инстаграм. И частенько вы проводите такие прямые эфиры. Вот аудитория просит, то есть возникает много вопросов. Вы говорите, так, пора, пора, пора. Или как? Или у вас уже есть такой кураж, уже интересно? Вам это нужно поделиться какой-то информацией? — Слушайте, но я фактически Инстаграм затеяла в качестве мини-канала, на котором я могу чего-то научить. — Конечно, вопрос, и вы отвечаете. — Нет, нет. Я же пащу каждое утро какую-то свою идею. Советик. И дальше я, даже имея 247 чистых подписчиков, то есть мы ничего не покупаем, рекламы не покупаем, ничего не покупать. Я пытаюсь всем отвечать. Но, естественно, там сыпятся вопросы, и все требуют еще и прямой эфиры. Я раз в неделю где-то делаю прямой эфир. Еще YouTube-канал открыли, сейчас мы его будем продолжать делать. То есть я иду навстречу своей аудитории. Она требует больше, и я иду на большее. Но по качеству материала я не уступаю. Все равно вот сложный у меня материал, пусть даже простым языком изложный, я не сдаю. Я не играю в популизм. Меня часто просят, вы могли бы заработать за страшные деньги, как бы себе книжку, как выйти замуж за президента, типа за политику. Или как похудеть. Давайте вот лекции прям, как похудеть. Ну, черт, хватит. Неинтересно. Не ко мне, да. Неинтересно. Я занимаюсь сама каждый день новыми методами управления своим сознанием, потому что в нем весь мир. И помогая людям, самим тоже взяв этот инструмент, раскрывать, раскрывать, раскрывать себя всю жизнь. Причем сейчас молодым активным людям, судя по мероприятиям. Молодые, это новое, да, это другое явление. Они родились не в закрытых сообществах. Это дети интернета. У них нет границ, и в своем самопознании тоже не хотят никаких границ. Так что молодые люди изучают сайт hakamada.ru и выбирают день, выбирают город, когда они придут на мастер-класс. Или подписываются в Инстаграм Ирины, а еще, конечно, приобретают книгу «Рестарт». Ирина, спасибо вам огромное. Спасибо вам, ребята. Смотрите, у нас остается буквально 20 секунд. Вот хочется от вас какую-то услышать такую фразу вдохновляющую, какой-то совет, чтобы люди зарядились и пошли работать дальше. Ну, это моя любимая фраза, ничего в ней нового нет. Не думайте о завтра, и оно еще не наступило. Забудьте о вчера, потому что его уже нет. Все, отбросьте. Здесь и сейчас в абсолютный кайф. Ирина Хакамада. Спасибо огромное. Ирина, мы вас уважаем. Спасибо. Всего доброго. Все, до встречи. До встречи.